Три года переходного периода с обычной формой земледелия на органическое оформление всех необходимых документов, получение лицензий и сертификатов, подготовка семян и выращивание товарных культур. Это долгий путь пришлось пройти фермерскому хозяйству Сергея Паращенко, который решил заняться органическим земледелием. Никаких химических удобрений и пестицидов, предпочтение отдано только натуральным методам ведения деятельности, которые предусматривают сохранение природных ресурсов и восстановление плодородности земель. Но не все культуры подходят под органику. Это, думаю, понятно простому обывателю, потому что вырастить, например, приличный вырожай лука и сделать его органическим, я считаю, сегодня практически невозможно. Поэтому в хозяйстве велись работы длительные очень, пока все-таки были определенные культуры, которые подходят под органическое земледелие. Но это в первую очередь тыквенно-бахчевая группа полностью. Кроме этого клубника, сахарная кукуруза, подсолнечник и чеснок. Вот на этих культурах наше хозяйство, в принципе, и работает сейчас и старается развиваться. По словам экспертов, эта сфера сельского хозяйства нуждается в государственной поддержке. Фермерам нужна финансовая помощь из бюджетных источников и единое правовое поле, в котором могли бы работать предприятия. Пока все, кто занимается в Украине органическим земледелием, пользуются европейским законодательством и стандартами качества. Химизация продукции, химизация сельского хозяйства и переработки зашла так далеко, что мы должны говорить не только о улучшении здоровья населения, мы должны говорить о выживаемости нации. Я не буду говорить о выживаемости населения планеты, поскольку органическое земледелие и забота правительств других стран несравнима с заботой и с развитием в нашем государстве. Есть в Европе только несколько стран, которые не имеют законодательства по органическому земледелию. Это Украина, Россия, Белоруссия. Внутренний рынок товаров органического земледелия в Украине за последние годы удвоился и составляет около 2,5 миллионов евро. Но по сравнению с европейскими странами, это более чем скромный показатель. В той же Германии потребление органических продуктов в денежном эквиваленте превышает 5 миллиардов евро. Ярослав Максимчук, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.